Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, меры, которые сегодня введены указом главы Республики Саха-Якутия по поддержке семей военнослужащих, которые мобилизованы для выполнения обязанностей по специальной военной операции, продолжают реализовываться на территории Республики в том объеме, который был определен указом. На настоящий момент продолжается сверка списков тех, кто уже пришел в воинские части и в них зафиксирован. И после сверки списков, соответственно, осуществляются выплаты семьям в размере 200 тысяч. Жители Республики продолжают обращаться за разъяснениями по порядку оказания мер поддержки. Порядка около тысячи обращений сегодня у нас обрабатываются на едином номере 122 и, соответственно, разъясняется практически каждая ситуация. Очень много поступает вопросов, которые касаются как подтверждения необходимости совместного проживания, так и какие-то простые житейские вопросы. Нужно обратить внимание на то, что в целом сегодня органы государственной власти в Республике по поручению Айсена Сергеевича Николаева, главы Республики, всю нагрузку по сбору документов подтверждающего характера взяли в полном объеме на себя. И лицу лишь только нужно подать заявление, которое имеет на это право. Больше всего вопросов поступает сегодня о возможности получения единой материальной помощи и процедуре подачи комплексного заявления. Поэтому я еще раз напомню, сразу хочу отметить, что подавать заявление можно через систему МФЦ или на портале КОСУслуг. У нас уже отработана система в органах государственной власти. Там, где в населенных пунктах нет системы МФЦ, соответственно, будут осуществлены выезды. Но уже сегодня, так как всем известно, соответственно, о том, что это выплата есть, заявление на выплаты можно подать в Управление социальной защиты на местах. Поступает много вопросов. Я вот обращала внимание от жителей труднодоступных населенных пунктов. В том числе будут выезды МФЦ. Необходимо обратить внимание на то, что в сети появились некие фейковые информации о том, что 200 тысяч выплачиваться не будут. Но это, безусловно, фейк. 200 тысяч продолжают выплачиваться. Граждане также задают вопросы, будут ли взысканы приставами долги с этих 200 тысяч, которые поступят. На настоящий момент при той кодировке, которую осуществляют наше Управление социальной защиты, долги взыскиваться не будут. Но я обращаю внимание, что если вдруг такая ситуация возникает, то, соответственно, незамедлительно необходимо обращаться в службу судебных приставов, чтобы пристава вовремя успели обратно вернуть эту сумму, если она находится на депозите банка. Спасибо. Спасибо.